В эфире программа «Биржевой помощник» в студии Полина Алексеева. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях региональный директор компании «Фибагрупп» Евгений Усанов и инвестиционный консультант «Фибагрупп» Евгений Слесарев. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Сегодня мы поговорим о текущей ситуации на фондовых рынках. Для начала, я думаю, необходимо напомнить нашим телезрителям, какие рынки вообще существуют и на какие рынки обращают внимание инвесторы и спекулянты. Выбор рынков не меняется уже более 40 лет. Спекулянты традиционно интересуются валютным рынком Форекс. На этом рынке для них существуют наиболее привлекательные условия и инструменты, такие как большое кредитное плечо, отсутствие комиссий, низкие залоговые требования. Также именно на этом рынке не существует биржевых крахов. Евгений, а какие еще рынки популярны сегодня? Два самых старых биржевых рынка – это фондовый и товарный. Причем биржевая торговля началась именно с товарного рынка. На сегодняшний день на товарном рынке можно найти как экзотический товар, такой как замороженный апельсиновый сок или сарай говядина, так и самые популярные, вроде нефти или золота. Ну и, конечно, фондовый рынок, на котором торгуют ценными бумагами, такими как акции и облигации. Именно о фондовом рынке мы и поговорим сегодня. Как мы с вами понимаем, речь здесь идет о миллиардах долларов. Евгений, вот какой первый вывод должен сделать инвестор из этой ситуации? Ну, наверное, первый вывод, который он может сделать, о том, что отрасль электроники на сегодняшний день переживает не лучшие свои времена. Однако первый квартал может быть непоказательным, потому что только закончился сезон продаж новогодних продаж. Да, у компаний обычно наблюдаются спады в продажах. Это нормальное явление. К тому же, вот по некоторым компаниям из электронной отрасли, падение доходности, оно было ожидаемо. Например, Филлипса, который вы сказали, в принципе, это было ожидаемо, потому что Филлипс объявил о реструктуризации своей деятельности, о введении отдельных предприятий в новые какие-то отрасли. Что касается, скажем, наших восточных предприятий, таких как Samsung, LG, то там идет жесткая борьба, действительно жесткая борьба, и начинает она развиваться в сфере мобильной связи. Причем это традиционная такая борьба между Samsung, между LG, между Apple. И сейчас туда активно еще включается несколько китайских компаний, которые отвоевывают достаточно жестко, отвоевывают себе место под солнцем. А каковы плюсы и минусы для инвесторов и спекулянтов? Они вообще могут извлечь какую-то выводу? Безусловно. Безусловно, потому что любой инвестор и спекулянт ищет интересные моменты. Если он ожидает, скажем, как было с компанией Филлипс, если он ожидает того, что у компании будут показатели ниже, чем обычно, то он, скорее всего, выйдет из этого актива и поищет какой-нибудь другой актив, более привлекательный. Если, скажем, говорить о том же самом Samsung, то, в принципе, показатели его снизились, но Samsung продолжает отвоевывать рынок. Он удерживает лидирующее положение на рынке мобильных телефонов. У него достаточно серьезные позиции в этом смысле, хотя теряет позиции в отдельных странах, таких как Китай, скажем. Что может сделать инвестор в данном случае, я сказал, выйти из ожидаемо плохих каких-то инструментов и поискать хорошие. Что касается спекулянта, то он как раз-таки может заработать на падении. И если, скажем, на фондовом рынке это не всегда возможно, потому что не все брокеры дают возможность зарабатывать на падениях на фондовом рынке, то, скажем, на других рынках, на том же самом валютном или на товарном рынке, на этом можно неплохо заработать. Найдя актив, который перекуплен, который, скорее всего, будет дешеветь, можно попробовать его продать, чтобы потом выкупить его дешевле и заработать на разницу вот таким образом. Поменять свою позицию, поменять свою точку зрения – это одно. Важно еще уметь ее спрогнозировать. Результаты отчетности оказались намного хуже предсказаний рынка, как мы знаем. Есть ли вообще какие-то способы минимизировать риски, научиться как-то их контролировать? Вы абсолютно верно заметили. Необходимо проводить анализ, необходимо изучать рынок. И мы классически разделяем с вами виды анализа на два. Это технический анализ, когда мы изучаем графики цен, мы смотрим, как развивались события раньше, делаем предположение, что будет в будущем. И второй вид анализа – это фундаментальный анализ, когда мы как раз занимаемся экономикой как таковой. Евгений, скажите, пожалуйста, а какой анализ больше применяется на фондовом рынке? Технический или фундаментальный? Все виды анализа важны при принятии решений. Однако фондовый рынок чаще и больше используется для работы инвесторов, долгосрочных участников биржевой торговли. А основной инструмент инвестора – это фундаментальный анализ, который включает в себя экономическую оценку предприятия, политические перспективы развития, отношение толпы к данной отрасли или товару. О всех этих показателях мы говорим на наших обучающих курсах. Поэтому звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь на семинары, получайте знания. Давайте в таком случае напомним нашим телезрителям о том, что такое фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ занимается изучением и оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансовой кредитной политики, а также их влиянием на финансовые инструменты. При этом основная информация определяется через различные новостные ленты и информационные агентства. Основной задачей фундаментального анализа является определение причин движения на рынке. То есть наше с вами сегодняшнее обсуждение и является в какой-то степени проведением фундаментального анализа? Да, конечно, совершенно верно. Давайте проследим за работой трейдеров на конкретном примере. С нами на связи аналитик компании FIBA Group. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с каким активом работал трейдер и в чем заключалась его сделка? Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим очередную торговую сделку трейдера Синду. Валютная пара, по которой открывал короткую торговую позицию, валютная пара фунт-доллар. Открытие данной торговой позиции, с моей точки зрения, было обосновано лишь тем, что он открыл сделку перед публикацией важной макроэкономической статистики из США. Вышли достаточно неплохие макроэкономические показатели из США, что и привело к ослаблению пары фунт-доллар. При этом очень важно понимать и тот фактор, что в принципе валютная пара фунт-доллар на протяжении 7 торговых дней демонстрировала восходящую динамику без коррекции более 15-17%. О чем это говорит нам как трейдерам? Это нам говорит о том, что в данный момент пара находилась в зоне перекупленности. И скорее всего была такая вероятность высокая того, что рынок все-таки будет корректироваться. Вот на этих ожиданиях и была открыта первая короткая позиция. Мы видим на приведенном графике селл номер один по цене 1.54.69. Отложенный ордер тейк-профит был выставлен на уровне 1.52.69, то есть на 200 пунктов ниже. При этом если мы отметим на графике цены от восходящего импульса, который начался 21 апреля сетку коррекции Fibonacci, то мы увидим, что эта цифра, где был выставлен ордер тейк-профит, совпадает с отметкой в 38% и 0.2 Fibonacci. В принципе, этот уровень также совпадает и с техническим уровнем поддержки, что существенно увеличивает значимость данной цели. Естественно, пара прошла, как мы уже видим сейчас, значительно больше, но с технической точки зрения трейдер принял верное решение. Почему трейдер совершил сделку именно в этой точке? Трейдер совершил сделку именно в этой точке, потому что мы видим достаточно неплохую консолидацию. Мы видим, что четыре часовых свечи тестировало этот уровень сопротивления, но зафиксироваться выше не удалось. Плюс все факторы с технической точки зрения указывали на перепупленность данного актива. Естественно, была высокая вероятность его снижения. Как вы оцениваете действия трейдера? С моей точки зрения, все действия трейдера, если мы рассматриваем именно технический аспект, именно технический подход к анализу, были осуществлены абсолютно верно и как точка входа, так, собственно, и точка размещения ордера Take Profit. Дайте, пожалуйста, прогноз по этому активу, чего ждать и как трейдеру дальше выстраивать свою стратегию. Скорее всего, рынок продолжит нисходящее движение и, естественно, в этом случае трейдеру необходимо будет рассматривать исключительно торговые сигналы на продажу, то есть по данному импульсу. Ну что ж, спасибо. А мы продолжим говорить о фондовых рынках и о том, как потери крупных компаний могут на них повлиять. Надо отметить, что не все крупные компании фиксируют потери в первом квартале. Например, компания Apple фиксирует рост 33-процентный, а в Китае так вообще 70%. Как вы думаете, с чем связана такая расстановка сил? Она вообще кратковременная или это какая-то уже тенденция сложившаяся? И вообще разумно ли сейчас и актуально ли вкладывать в электронику? Продолжение следует...